С открытием нового сезона, друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня театр Самарт, который уже начал работу над новыми проектами. Здравствуйте! Представлю наших сегодняшних гостей. Художественный руководитель театра Павел Маркелов, один из продюсеров театрального фестиваля «Молодая режиссура» Евлина Килинг-Берекова. Все верно. И Катарина Кромме. Боюсь ошибиться в фамилии, потому что иностранка у нас сегодня в гостях. Из Германии. Все правильно? Молодая режиссер. Друзья, ну, когда театр начинает после отпуска, после сезона свою работу, это всегда новые силы, это всегда некий подъем, соскучились наверняка. Да, Паша? Конечно, конечно. Сбор труппы – это всегда радостные события, когда люди приходят и с удовольствием видят людей, которые, может быть, успели немножко и надоесть к концу сезона, но всякий раз это радостная встреча и заряд на целый год. Слушайте, ну у вас же так не бывает, что вот там пришли и что-то как-то в развалочку, там это. У вас же сразу все закручивается с невероятной какой-то силой и параллельных проектов очень много. Что сейчас в театре происходит? И дальше перейдем к нашим гостям. Да, в театре очень бурная жизнь началась уже в начале августа, когда приехал Анатолий Праудин и приступил к репетициям бунинских «Темных аллей». Праудинский метод уже знаком самарским зрителям. Очень много обсуждалась наша экспедиция в Ширяево несколько лет назад, когда мы приступали к работе над Чеховским Ивановым. В этот раз у нас такое же погружение в материал, только теперь в Бунинский. Половина труппы театра играет в труппы художественного театра, Московского художественного театра, времен Станиславского и Немировича Данченко. У них каждый день репетиции художественного театра проходят уже более полумесяца. И параллельно репетируются жизни других героев, которые по возможности 24 часа в сутки существуют в режиме своих героев. То есть очень интересная работа. 10 числа произошел полный уже сбор труппы, вышли все-все. Часть труппы не заняты у Праудина. И все цеха. То самое радостное праздничное событие для нас, для всех, на котором мы представили четырех новых артистов. Замечательно. Но вы артисты, это же всегда хорошо. Да, молодые выпускники Тюменского института культуры Кирилл Рогозин и Нина Басманова, выпускники этого года, ученики небезызвестных самарскому зрителю Елены Орловой и Валерия Архипова, которые долгое время очень ярко работали в Самарском театре драмы. И вот уже много лет преподают в Тюмени и преподают замечательно, выпускают, по-моему, прекрасных ребят, будущих актеров. И по нашему обыкновению уже наши самарские выпускники, ученики Юрия Ивановича Далгих, нашего актера, и Александра Мальцева, нашего режиссера, это Аболдина Анастасия. А была у меня в гостях, кстати, с Александром. Были они у меня. Вот, вот, Насте теперь в нашей труппе мы ее представили и также представили Софью Ксенофонтову, ее также однокурсницу. Вот у нас такие новости на сборе труппы были. Сейчас, кроме репетиций на темных аллей, мы активно приступили к подготовке лаборатории, нашей традиционной лаборатории, молодой режиссуры. Да, такая долгожданная, всегда с интересом, и мы приезжаем, и снимать, и смотреть, и все, что угодно. А в этом году она совсем особенная. Мы выходим за наши границы, буквально мы вышли за границы России и обратились к нашим зарубежным коллегам. И тут очень большую помощь и участие в организации оказала театральный продюсер и один из руководителей этой лаборатории Эвелина, Келлина Бирюкова. Эвелина подробно сейчас об этом расскажет. Я скажу только, что нас очень интригует, мы сами заинтригованы, что же это такое будет. Эвелина? Эвелина, Павел, не отнимайте мою работу. Эвелина, расскажите же, кого вы привезли, что это за молодые режиссеры, из каких они стран, и с чем они к нам приехали? Явно же уже все задумки, все это уже каким-то образом сформировано. Ну, сама идея ежегодной лаборатории в Самаре, кстати, я сама самарянка, урожденная, поэтому для меня это очень важно было. Сделать их международными принадлежит Павлу и Сергею Филипповичу Соколову и Олегу Кленину, известному московскому продюсеру. Он обратился ко мне, потому что я живу в Германии, и многие годы связано с тем, что я популяризовала немецкое искусство, немецкоговорящее швейцарское искусство в России. Идея для меня, конечно, показалась блестящей, потому что город родной. Я здесь учила, закончила Самарский государственный университет, здесь живет мой сын, и вообще город – это часть моей души, это просто часть моей ментальной… Мое астральное тело всегда витает здесь частично. Вот, поэтому идея была привести лучших, и это не совсем молодые режиссеры. Я начну, закончу, наверное, Катариной, потому что она сегодня здесь с нами, она приехала раньше. Начну с Доминика Бютнера, то есть мы представляем и швейцарских режиссеров, и немецких режиссеров. Немецкие режиссеры приедут сюда благодаря Немецкому культурному центру имени Гёте, и швейцарские режиссеры благодаря фонду швейцарскому «Прогельвеце». Представители их тоже сюда приедут, и для нас это очень важно, потому что приедут не последние люди, очень любящие Россию тоже, являющиеся тоже частью культурной интеллигенции, и поэтому российской, поэтому очень хотят, чтобы что-то здесь сложилось не только в качестве лаборатории, а потом дальше из этого сложились работы. Доминик Бютнер – известный режиссер, он учился в Вении, учился в Германии, он из сферы, скажем, такой мюзикла, он оттанцевал все, что есть классическое, в качестве исполнителя мюзиклов, начиная от «Бала вампиров», на лучших сценах Европы, с лучшими режиссерами, потом сам закончил режиссерский факультет, и сейчас преподает в Берлинской театральной академии режиссуру мюзикла. Он приедет сюда с «Трехгрышовой оперой», вот просто отсмотрев одним глазом, мечтал, чтобы Павел с ним поработал, но вот Павел теперь у нас большой начальник, не может быть простым актером. Кажется, в душе все равно, наши начальники остаются актерами. Вместе с ним приедет, так как в «Трехгрышовой опере» очень много ритма, приедет известный молдавский перкуссионист Мариан Калдарару, потому что это будет несколько иное прочтение Брехта. Приедет швейцарская, это импровизационный театр, руководитель этого театра Мирюэль Имбах, и будет работать для со всех маленьких зрителей. Импровизационный театр, в общем, не новинка для Европы. Очень многие те, кто работают от 0 до 8, работают именно в этой традиции. И мы очень надеемся на фестиваль, потому что коллеги мечтают встретиться со своими коллегами не только самарскими, но и со всеми коллегами из России. И это может только Самарт предоставить, вот благодаря своему прекрасному фестивалю. Приедет не на лаборатории, это бы такая, скажем, лаборатория маэстро. Приедет Петер Риндеркнехт. Ну, хотелось бы сделать такую короткую ремарку, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я разослала, офис наш разослал релиз по всем немецким коллегам, с кем мы сотрудничаем, из легендарного атолея театра. Пришло поздравление с тем, что Самарт решился, и пригласил просто лучшего из тех, кто в Швейцарии работает с детским театром. Он же давно мечтал приехать в Самару. Была почти трагикомическая история, когда он не доехал. И мы очень надеемся, что в этот раз все сложится. Он сказал, что он должен просто поставить здесь какую-то, наконец, жирную точку, потому что он должен просто приехать в Самару. Это его была давнешняя мечта. Он будет открывать тайны своей лаборатории, как он работает, как он работает с голосом, как он работает с текстом. Он многоязычный, говорит на всевозможных языках. Но они все такие, мы все одноязычные. И приедет Томас Мартин, легендарный совершенно человек. У меня есть такое понятие, это люди, которые, ну, за свою жизнь я провела около 240 проектов. Мы проездили с зарубежными коллегами весь Урал, там, начиная от самых-самых небольших деревень татарских, где и американские коллеги приезжали. И однажды, познакомившись с Россией, это люди, влюбленные в Россию. Ну, например, ни Петер, ни Мирюэль не были, не считая там крупных городов. А вот для них это будет такая закалка. А вот те, кто едет со мной, Томас Мартин – известный драматург. И он художественный, заместитель художественного директора в Великой Фольксбюне. Это легендарный театр, сейчас переживающий трагедию. Это человек-сподвижник Кастерфа. Это театр настоящий Брехта. И он приедет сюда с лекцией, мы это не планировали, приедет сюда с лекцией о Брехте. Мы только ему об этом сказали, попросили его. И вот он проведет лекцию о учебных пьесах Брехта. Ну, и Катарина Кромой, я даже не знаю, как ее представить, потому что она относится как раз к той самой группе тех, кто заболел в России, и всем сердцем ее любит. Мы очень рады. Она родилась в Австралии, родители ее, поэтому она гражданка этой страны. Преподает она в Швейцарии, в Цюрихе, в высших художественных курсах режиссуру. Она драматург, и родилась она в Кельне, поэтому она представляет здесь Германию. И она специально для спектакля, специально для Самарты написала детскую пьесу, но, наверное, об этом, это будет премьера, скажем так, на лабораториях. Специально написано для этого фестиваля. Я слышу мои восторженные рассказы. Она и приехала заранее, чтобы познакомиться со всеми. Ну, наверное, Катарина об этом расскажет лучше. Но вот это вот как бы коротко о том, что, в общем, задумали не я, я только осуществляла. Слушайте, я уже на все хочу попасть, если честно. Задумали Сергей Филиппович, Павел и Олег Светиславович Кленин. Вот, а я была таким жестким исполнителем их идей. Ну, здорово, все организовано, все сделано. Катарине вопрос. Катарине, вы уже успели ли посмотреть на труппу и решили ли, кого будете приглашать в свое произведение, и что это в двух словах, о чем сказка это или просто детская история? Катарина, который будет играть в твоей мероприятии? И что это такое история? Как это называется и почему именно Сомат? Окей, ну, я не знал, что я не знал, потому что мы вчера, как и спето, но мы еще не знали, что мы приехали в театре. Я сразу честно осознаю, что я еще не познакомилась с актерами, потому что вчера только ночью мы приехали. И у нас была вот самая-самая первая встреча с театром сегодня, после вашей передачи, я познакомлюсь. Auf die ich mich sehr freue. Insgesamt bin ich hier gelandet. Natürlich wegen der, Эвелина, wegen der Einladung, über die ich mich sehr freue. Und aufgrund dieser Einladung ist auch dieses Stück entstanden. Илну Альбатрос heißt es. Und ich habe es geschrieben. Es ist noch nicht ganz fertig geschrieben. Es wird ja eine Skizze, aber es ist für diese Sache entstanden. Und so ist es auch eine Uraufführung von dem Text. Ich habe hier gelandet. Ich habe hier gelandet. Ich habe hier gelandet, dass ich mich sehr interessiert habe, weil ich mich sehr interessiert habe. Und es war sehr wichtig, dass ich mich hierher gelandet habe. Es war sehr wichtig, dass ich hierher gelandet habe. Der Text meiner piece, der heißt »Elnur Albatros««, es ist natürlich auch eine Idee, eine Idee, поставить здесь спектакль по собственной пьесе. Es ist noch eine Erinnerung. Es ist noch eine Erinnerung. der wir werden vorbereiten. Und deswegen wird es eine Erinnerung von zwei Seiten. Ich habe einen Dramaturg, ich habe einen Dramaturg, ich habe einen Dramaturg. Es ist noch eine Erinnerung. Wie läuft die Arbeit mit russisch-er-gen-Aktur? Nicht alle aus ihnen wissen, was sie kenne. Wie mit diesen Fragen wir hier gehen? Ich weiß, dass ich oft, wenn режиссörer nicht russisch-er-gen-Aktur so viel zu arbeiten, dass sie schon bei Augen, bei gestern, einfach bei den Emozen die anderen zu verstehen. Was betrifft ihr auf das? Конечно же это часть работы, когда ты уже понимаешь на уровне эмоций, на уровне подсознания, на уровне гистики, но я работаю с переводчиком всегда. Евелина является не только моим переводчиком, но и единочайителем, поэтому я все-таки надеюсь, что я буду работать профессионально. Язык, это конечно составляющая драматического театра, это такой же месседж, как и движение, как и сцены движения, как и сам текст, и поэтому без языка в моем варианте работать нам не придется. Я так понимаю, пьеса написана на немецком, переведена ли она на русский, адаптирована ли? Мы уже 15 минут посидели вместе, весь Катарин, уже я ее понимаю. Я, Катарина, вы уже уже понимаете, что он не понимает. Текст переведен, я впервые выступила в качестве литературного переводчика, потому что очень добрый. Ну вы знаете, так получилось, когда я уехала в Германию, офис я свой закрыла в России, поэтому все восемь человек, которые со мной работали, теперь в едином лице. Но когда поступил запрос от прекрасных трех мужчин, отказать я не могла, и поэтому приходится, конечно, ну и даже договоры подписывать, билеты заключать, ну билеты покупать, приходится с визами работать. Ну ничего, дорогу оселят идущие, тем более цель Самара. Это здорово. Паш, такой момент. Вот всегда, когда начинается лаборатория молодая режиссура, мы тоже, я бываю иногда, пусть не каждый раз, но тем не менее, это всегда новое какое-то видение, это какой-то необычный ход, это молодые люди, у которых глаза горят, в душе все кипит, да, и они стараются свое вот это видение передать, чтобы что-то получилось, да, какой-то итог, пусть небольшой, неполноценный спектакль, пусть фрагмент, кусочек, но тем не менее. Это то, что мы привыкли к русскоязычным, к русским режиссерам, которые там из Питера приезжают, еще из других городов и так далее. Сейчас история изменилась, вот до неузнаваемости у нас еще и иностранные режиссеры. Что мы от них ждем? Мы ко всему готовы, ну тем более театр Самар, театр-экспериментатор, да, и так далее. К каким готовы еще экспериментам, что из этого может получиться, и как в дальнейшем это будет ли, да, традиционно переноситься на большую сцену, если это будет иметь успех и возможность для дальнейшего существования, таким образом? Да, безусловно, любая лаборатория имеет смысл только в том случае, я считаю, если происходит в итоге рождение спектаклей полноценных, уже больших, которые входят в репертуар. Мы очень надеемся, что и в этом случае получится точно так же. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия и с большим интересом и готовностью к любым новым способам работы и репетирования включимся в сотрудничество с нашими немецкими и швейцарскими гостями и коллегами. Мы готовы ко всему. Мы готовы ко всему. Сейчас артисты получили тексты, учат эти тексты, разучивают музыкальные номера, зонги, которые необходимо будет исполнять в этих эскизах. То есть максимально попытаемся подготовиться к началу непосредственных активных репетиций уже с режиссерами, которые начнутся 2 сентября. И уже после открытия фестиваля «Золотая репка», 12-го фестиваля в этом году, в дни фестивалей пройдут показы этих эскизов. Тут надо еще добавить и отметить, что 12-й фестиваль «Золотая репка» тоже особенный. И он также связан непосредственно с лабораторией. Дело в том, что... Как вы все закрутили в этом году, лихота! Да, в этом году все очень любопытно, нам кажется. И нам хотелось бы, чтобы нашим зрителям было так же интересно, как сейчас нам. Дело в том, что большая часть программы «Фестиваль «Золотая репка» укомплектована из спектаклей, которые поставили участники лабораторий прошлых лет. Вот так вот вы видите. Некоторые из них сейчас уже руководят театрами, как, например, Алексей Логачев, главный режиссер «Саратовского ТЮЗа», который привезет свой спектакль «Милый Сашенька» по обыкновенной истории Гончарова. Юрий Олесин создал свой театр «Снарк», который привезет камерный спектакль на двух человек, на актрису и виолончелистку в камерном пространстве. Некоторые работают в таких крупных театрах, как театр Маяковского. Ольга Лапина покажет свою «Фабрику слов». Очень много интересных, этюдные, вот эта вот европейская история, распространенная в Европе, она живет в России тоже, живет активно представлено, например, в Петербурге, в этюд-театре. И тюд-театр привезет свой спектакль «14 плюс», так и называется «14 плюс». Все мы знаем вот эти вот наши возрастные ограничения «6 плюс», «12 плюс», «16 плюс», у них «14 плюс». Это все участники прошлых лабораторий. И также театр «Самарт» представит два своих названия. Это Манюня Димы Добрякова, тоже некогда участник лаборатории «Молодая режиссура» и выпускника режиссерской студии «Самарта» под управлением Праудина. И Артем Устинов, долгожданная наша премьера, которую мы представили под конец, под занавес прошлого сезона. Это «Пергюнд». Это буквально спектакль, выросший из эскиза, показанного в 2014 году на лаборатории, когда Артем был участником этой лаборатории, а теперь вот уже как полноправный режиссер. Слушайте, как здорово. Также будет еще две китайских труппы. Китайские? Они не были участниками лаборатории прошлых лет, но... Но все впереди. Но все впереди. И почему бы нет? По крайней мере, мы очень рады, что вот это движение в сторону расширения географических и каких-то ментальных наших границ мы уже сделали. Спасибо Евелине и ее вот незаменимому просто участию. Это действительно человек-оркестр. Евелина, браво. И спасибо, что вы с нами. Мы еще ничего не сделали, мы только еще начинаем. Мы уже многое сделали и, надеюсь, то, что сейчас уже подготовлено, станет залогом очень интересной работы, которую мы вскоре представим нашим самарским зрителям. Слушайте, потрясающе. У нас, к сожалению, практически закончилось наше время, но мы всех зрителей приглашаем и на «Золотую репку», и на показы молодой режиссуры. Приходите, пожалуйста. Я думаю, что на сайте театра всю информацию можно найти. где, когда, в какие дни, что будет размещено. Катарина, я желаю вам больших успехов, удачи с нашими прекрасными актерами, которые работают в театре «Самарт». Почти мне хочется тоже поучаствовать. Очень хочется, очень хочется. У меня такая сейчас занятость большая, что я просто не успеваю и там, и там. Ну, смотреть точно придете. Смотреть обязательно. Спасибо вам огромное, что пришли. Всем удачи. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова